Рейнбоу 6 А начнем наше превью с того, на что сейчас обращает внимание большинство в первую очередь С графики Графика в игре выглядит красиво, но не более того Для 2015 года это уже должно быть обычным делом И ничего нового разработчики здесь нам не показали Хотя оно возможно и к лучшему Ведь для шутеров, а тем более сетевых, графика не должна стоять на первом месте Давайте просто вспомним, как раньше играли в Counter-Strike Выкручивали все настройки на минималке И ставили низкое разрешение, чтобы ничто не мешало И было проще заметить противника Но в Рейнбоу 6 ситуация немного иначе Много различных объектов присутствует на карте Из-за чего рассеивается взгляд игрока И частенько возникает ситуация, когда просто не смог заметить противника Возле бочки или краешек шлема за столом Далее хочется обратить внимание на режимы игры В отличие от предыдущих частей, разрабы взяли и убрали одиночную кампанию Оставив на растерзание игрокам только мультиплеер Мультиплеер представлен в виде двух направлений PvP и PvE В PvP режиме у нас есть две команды по пять человек Каждая команда имеет различную задачу Хотя все в итоге сводится к общему, а именно к перестрелкам Так вот, у нас есть здание В котором находится либо заложник Либо заминированные бочки с токсичными веществами Ну или какая там хрень находится, я без понятия Одна команда, это защитники, которые играют роль террористов Должна не дать другой, атакующим, освободить или обезвредить цель В начале каждого раунда всем командам дается немножечко времени, чтобы провести подготовку Террористы могут за это время улучшить стены, чтобы не было возможности их пробить Положить колючую проволоку, которая не только замедляет противника А еще также хорошо оповещает своим звуком присутствие противника, ну и так далее Атакующие же используют небольшие машинки-дроны с установленными на них камерами Чтобы найти место расположения цели и противников Ну а по истечению всего времени начинается сам замес Вариантов продвижения очень много Можно ворваться в парадные двери, но как правило это заканчивается очень быстрой смертью Есть возможность подняться на крышу, проделать ней дыру и верх ногами Как Том Круз в миссии невыполнимо спускаться в помещение с врагами Между прочим, это выглядит очень эпично Большая часть ограждений подается разрушению, так что никогда нельзя быть уверенным в полной сохранности в каком-нибудь углу Пве режим представлен практически аналогично, разве что мы всегда играем за атакующую сторону А террористами выступают боты На низких уровнях никакой сложности игра не будет представлять, так что сразу советую взять и пробовать с реалистичного режима Это позволит отложить несколько кирпичей гарантированно, особенно тогда, когда вы зачищаете какое-нибудь помещение И все, там противника не должно быть, но увы, вам в спину прилетает парочка пуль, которые вас убивают И приходится начинать с самого начала В финальной бете была представлена еще возможность проходить ПВЕ в одиночку В принципе, сложность немного повышается только из-за того, что прикрыть вас уже никто не сможет И если вы упадете, то это в принципе гарантированная смерть Участвуем в операциях мы в роли операторов, ну или оперативников, кому как удобнее будет называть Они делятся на два направления, атакующие и защитники И кроме всего этого, каждый из них обладает уникальными девайсами Которые могут как облегчить вам работу, так и возможно вообще никак не понадобятся Девайсы бывают разные, либо это различные дроны, либо молот, которым пробивать стены и двери становится намного проще Или даже гранатомет Но если все эти приспособления у каждого оперативника отличаются То основное вооружение все используют одинаково Да, у некоторых классов, которые, ну например, используют щиты Есть ограничения на тип оружия, они используют в основном пистолеты То для основной массы доступны все виды Оружие разнообразное Это могут быть и пистолеты, причем довольно-таки много различных пистолетов Дробовики, автоматические винтовки, пистолеты-пулеметы Каждое оружие можно немножечко даже улучшать, вешая различные обвесы Там прицел повесить, рукоять Хоть в игре и есть возможность играть с рандомными игроками в одной команде Рекомендуется все же собрать всех друзей Это намного повысит как взаимодействие, так и реиграбельность и фановость Для людей, которые все время играют одни, к которым отношусь и я Данная игра может не особо понравиться Юбисофты, скорее всего, будут пытаться продвигать игру в киберспортивное русло Но так как стабильность серверов на бетах оставляла желать лучшего Явно это произойдет не скоро Спасибо, что смотрели Подписывайтесь на канал и ставьте лайк Это лучшая мотивация Всем ходор! Субтитры сделал DimaTorzok